Папа Франциск Папа налаживает отношения с женщинами и это двустороннее сотрудничество. Я полагаю, что есть диалог между этим папой и женщинами из религиозного мира, который также включает монахинь. Монахини могут помогать по нескольким направлениям, и я упоминаю в книге, как они борются с торговлей людьми. Папа Франциск осуждает проституцию и торговлю людьми на протяжении своего понтификата, заботясь о человеке, попадающем в современные формы рабства. Здесь я думаю о детях и женщинах, которые являются жертвами проституции и торговли людьми, чье человеческое достоинство унижено и попираемо. Я думаю о молодых людях, порабощенных наркоманией и отсутствием смысла, который делает их подавленными и разрушает их мечты. Я думаю о мигрантах, лишенных своих домов и семей, и многих других, которые могут чувствовать себя забытыми, осиротевшими или брошенными. Затем идет диалог со всеми женщинами, мирянами, католичками, в основном с христианами. Но Папа Франциск – крупный мировой лидер, который знает, как достичь тех, кто находится за пределами католической церкви. Я считаю, что он в настоящее время ведет диалог со всеми женщинами. Нина настаивает, что это также связано с большой преданностью Папы Франциска Богоматери и ощущением материнства, которое она предлагает церкви. Вот почему она была удивлена, получив письмо от Папы Франциска, в котором тот размышляет о ее книге и этой идее материнства. Папа говорит об униженном материнстве. Он говорит, что мы живем в обществе, где важность придается экономике, а материнство отодвигается на второй план. Здесь я хочу добавить, повторить то, что говорю в своей книге. Материнство означает семью, поэтому есть и отец. А женщин нужно ценить, потому что они являются важной составляющей общества. Книга под названием «Папа для женщин» первоначально была опубликована в феврале этого года, но из-за карантина не смогла добраться в книжные магазины. Теперь, когда ограничение пандемии коронавируса ослабевает, ее можно найти в оригинале на итальянском языке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok